Всегда вам рады. Напомню, что российское наступление в Харьковской области стартовало 10 мая. Волчанск остается как раз в центре внимания, и не только Волчанск. Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая озвучил, что вооруженным силам Украины удалось стабилизировать, я цитирую дословно, ситуацию с российским наступлением. По его словам, войска Российской Федерации продвинулись на этом участке фронта не более чем на 10 километров. Также подтвердил, что главной целью российских войск на данный момент все-таки является Волчанск. Я хотела бы, чтобы мы об этом направлении поговорили, но в частности хочется вспомнить Харьков. Тут давяще Путин заявил, что цели захватить Харьков нет. Правда, он уточним сказал, что у России на сегодняшний день таких планов в захватах Харькова нет. Он говорит о том, что все-таки связано это с тем, как ведут себя вооруженные силы Украины, которые, как он озвучивает, цитирую, обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территориях, включая Белгород. Там гражданские люди гибнут, все очевидно, стреляют прямо по центру города и так далее. Если будет это продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем. Что же на самом деле делает Путин? Дмитрий. Давайте начнем с того, что в Белгороде в очередной раз зафиксировано, как говорят россияне, нештатное схождение ФАП-250. Удар был нанесен по самым жилым районам Белгорода. То есть речь идет о том, что начиная с марта по май месяц подобных так называемых нештатных сходов боеприпасов, которые нанесли удар непосредственно по жилым микрорайонам Белгорода и Белгородской области, было зафиксировано более 20. Причем следует отметить, что были нештатные сходы, даже ФАП-1500. То есть то, что осталось от населенного поселка на территории Белгородской области, но это, как говорится, сплошные руины. Это для понимания того, откуда именно идет опасность для граждан Белгородской области. Украинская сторона не наносит удары по жилым районам Белгорода и Белгородской области. Приоритет у украинской стороны нанесение ударов исключительно по военным целям, которые есть законными в моменте нанесения ударов. И второй момент. Украинская сторона наносит удары исключительно вооружением украинского производства. То есть ни о каких западных образцах вооружения речь не идет. В то время как последнюю неделю российские оккупанты пытаются разгонять информационно-психологическую операцию по поводу нанесения ударов управляемыми авиационными ракетами французского производства. Речь идет о камерах. Данная информация абсолютно не соответствует действительности, и имеет целью заблокировать характер военно-технической помощи Украине со стороны Франции. Более того, известна позиция Франции. Следует отметить, даже мы отойдем от Белгорода и перейдем к международным событиям. Франция, к сожалению, пригласила Россию на годовщину высадки десанта в Нормандию, что вызвало определенную беспокойность со стороны Соединенных Штатов. Поэтому подобный характер сообщений российской стороны о возможном применении Украиной авиационных ракет производства Франции, он не случайен. Еще раз подчеркиваю. Теперь по поводу Харькова. Вы знаете, хотелки Путина это один момент. Это, как говорится, сохранить лицо при плохой игре. По поводу того, что у нас сейчас нет плана захвата Харькова. У них и не будет плана захватить армию. А теперь посмотрим на Харьков. Общая площадь Харькова порядка 300 квадратных километров. А я напомню, в Белгородской области сосредоточено порядка 50 тысяч личного состава оккупационных войск. Поэтому о каком штурме Харькова идет речь? Очень непростая арифметика, согласитесь. 80 тысяч на населенный пункт общей площадью 29 квадратных километров. И 50 тысяч на штурм населенного пункта общей площадью 300 квадратных километров. Поэтому это не более, чем элементы информационных операций российской стороны. Причем потребителем подобной, извините, лапши являются прежде всего граждане Российской Федерации. Но надо же как-то объяснить то, что за время вторжения с 10 мая максимальное продвижение, как говорил украинский президент, на расстоянии максимум 10 километров. То есть ни о каком создании санитарной зоны не ведется речь. Более того, благодаря усилиям вооруженных сил Украины ситуация на Волчанском направлении постепенно стабилизируется. Субтитры создавал DimaTorzok